В этот спортзал Руслан Беседин пришел почти 15 лет назад. Трудолюбие и регулярные тренировки под руководством опытного наставника Евгения Аминова дали свои плоды. Руслан становился серебряным призером чемпионата Европы по ушу саньда среди любителей, а теперь стал и чемпионом международного турнира по савату среди профессионалов. Нашим спортсменам по плечу и французское боевое искусство. Это так называемый французский бокс, в котором используются в равной мере и руки, и ноги. Правилами запрещено использовать голени или колени. Удары наносятся только стопой. Савати, в отличие от других спортивных единоборств, дерутся в ботинках. Мы занимаемся ушу саньда и у нас и ударные элементы и борьба присутствует. Поэтому нам для обкатки ударных элементов очень даже очень хотелось выступить на савате. Нас пригласили, мы поехали и достаточно успешно выступили. Конечно, очень благодарны за поддержку, за помощь нашей команде, вообще нашему клубу, вице-президенту компании «Промагра» Жуковичу Лоборисовичу. Спасибо ему большое. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и собрали порядка 150 спортсменов из Хорватии, Италии, Японии и России. Руслан Беседин выступал в весовой категории до 65 килограммов. Провел два боя. У меня был первый русский, а второй боец из Италии, первый номер, чемпион Италии. В финальном бое было труднее. Все-таки первый номер приехал. Человек, видно, занимается долго, хорошо поставлены ноги. Но мы свою миссию выполнили. Финальный поединок был четырехраундовым. Спортсмен считает, что одержать победу удалось благодаря опыту. Он выступил очень хорошо, достойно. И все судьи, международные жюри, то есть один судья был из Финляндии, один из Италии, один из России, все единогласно дали Руслану первое место. Вместе с Русланом Старый Оскол на международном турнире представлял также мастер спорта, чемпион мира по кикбоксингу 2007 года Евгений Большунов. Для Жени это был первый бой после пятилетнего перерыва. Он занял второе место. Сразу же после турнира ребята вернулись к тренировкам. Впереди два Кубка России по Савату и Ушу Саньда, которые состоятся в декабре. Староскольцы планируют отправиться на них большой командой.